С железнодорожного вокзала Мурманска отправился последний в этом летнем сезоне отряд школьников. Ребята отдохнут в оздоровительном лагере на берегу Черного моря. Вместе с родителями в Анапу детей провожала и наша съемочная группа. На перроне рядом с шестым вагоном поезда Мурманская-Напа провожающих больше всего. Дело в том, что в этой части длинного состава на юг поедут школьники. Отдыхать ребятам предстоит в оздоровительном лагере на побережье Черного моря. Но расставаться с близкими, даже несмотря на романтику путешествий, всегда тяжело. Жду очень много хороших эмоций. Да, вот просто первый раз съеду, я не знаю, так боюсь. Но поскольку много своих друзей едет, поэтому думаю, проведу очень хорошо время. Вот подруга расстроилась, что уезжаешь. Подруга слезокапка у меня. Вот так вот. Сегодня вся на эмоциях, аж расплакалась. Радостно все-таки на юг отдыхать или... Ну да, на юг, в лагерь. Я, конечно, рада за нее, что она уезжает. Но хоть погреется. А вот родители более сдержаны в эмоциях. И даже последних наставлений, которые в таких случаях принято тихонько шептать на ухо, никто не дает. Теперь у всех есть мобильный телефон, и позвонить, чтобы узнать, как дела, проще простого. Но для кого-то расставание с ребенком и вовсе будет коротким. Не скучать? Ну, недолго, потому что мы тоже в Геленджик сейчас поедем. То есть встретитесь там или... Да, через недельку мы там встретимся. А не боитесь вот так провожать? Нет, это у нас не первая поездка, поэтому каждый год ездим куда-то. В пути с детьми едут сопровождающие. Они к тому же будут следить и за соблюдением всех норм уже в оздоровительных лагерях. Так что беспокоиться о безопасности и досуге участников поездки специалисты не советуют. У нас тоже есть руководитель группы, которая будет смотреть за исполнением нашего муниципального контракта. Все ли детям будет предоставлено. Такие же условия, которые записаны в контракте. Какая программа будет у детей, чтобы вот эти вот все пункты исполнялись. В этом сезоне это последняя группа мурманских школьников, которые отправились на побережье Черного моря. Всего же за лето на юге отдохнуло полторы тысячи учеников. Продолжение следует...